Привет вас! Украину не примут в НАТО, пока мы не одолеем коррупцию! Ну а во всяком случае сейчас так модно писать, рассказывать, повторять. Посмотрите, то что нас официально не пригласят в НАТО, на Вильнюсском саммитне НАТО, это было и так понятно. Ну поймите, пока идет война... Ну я так скажу, пофантазировать можно. Реально это невозможно. Победим, пригласят. Абсолютно. А вот, что касается коррупции, ну как вам сказать, знаете, когда вы хотите человеку сказать, ну подожди, но что-то... А вот ты знаешь... Тут одни умники напечатали, сколько коррупции в разных странах Евросоюза, табличку поставили, посмотрел, посмеялся, еще посмеялся. Вот скажите, как в Евросоюзе измеряют уровень коррупции? Ничего, ничего, ничего сразу. Вот как? Вот как померять? Как померять уровень коррупции? Нет, не в Украине, в Евросоюзе. Ну как? А? А? Нет, ошибаетесь, есть. Вот, действительно, когда трети составляли... Ну там есть же, вы знаете, куча организаций, которые... Они типа общественные, но, правда, неплохо живут за счет денег и бюджета. И борются с коррупцией. Вот как они измеряют? Просто! Нет, нет, серьезно, ребята, сейчас вам расскажу и поймите. Знаете, смотрите, да, спорить не буду, деньги у ребят есть. И они вот себе позволят так званые исследования. То есть, временем словами, нанимают, ну или специалистов, или целые институты, организации, которые требуют, чтобы они мониторили социальные сети. И определяли, какое количество есть фактов коррупции. Даже не фактов, а текстов, где пишут о коррупции, возмущения и так дальше. И вот, да, действительно, Блаушер, компьютерные технологии. Вы сами знаете, что действительно шикарный, шикарный сейчас технологический искусственный интеллект. Который позволяет довольно дотошно считать, сколько действительно, каких сообщений есть. И дальше по странам смотрим. Если в стране очень много сообщений в социальных сетях о коррупции, значит коррупции много. Если мало, мало. Чего вы ржете? Чего ржете-то, родные мои? Вот это есть. Они просто мониторят средства массовой информации, ну точнее, раньше только газеты, сейчас же все социальные. И определяют так. Если про коррупцию пишут меньше, не коррупция. Больше? Есть больше. Так вот сказать, постойте так, у нас же там каждая бабка на лавочке про коррупцию бесит. Ага. Вот по этой причине такая ситуация. Да, действительно, если у нас в мониторе социальной сети коррупция. Причем коррупцию смешнее не придумаешь. Мы с кумом там подрались, я ему в глаз, потому что он коррупционер. А почему? А он меня матом накрыл. Я ему за это назвал коррупционером, потому что в глаз. Вот. Вот так и есть. У нас очень часто, когда пишут про коррупцию, ну смешение не придумаешь. Смешнее. Но разум говорю, ребята, запомните раз навсегда. Дешевый сыр где? Мышевого. Вы же не хуже меня знаете, что медицина платная. Правильно? Платная. И вы не хуже меня знаете, что если вы хотите получить качественные услуги, вы платите за это. Понимаете? Какого черта ноете и рассказываете, что поликлиника вам ничего не дали? Она же бесплатная. Бесплатный сыр. Иди в платную поликлинику, там все есть. Или медицинская страховка. Но если уже берете в Европе, да. Там нет бесплатной поликлиники. Там есть медстраховка и ты платишь. А у нас ты хочешь на халявочку? Да? Вот и получай на халявочку. Да, действительно, поликлиники просят заплатить. Правильно делай. А что ты хочешь бесплатно? Родная мать. Это не коррупция. Это называется халяву ты любишь, да родной мой. Халяву. Вот и получай. Ну, самое, конечно, смешное, что у нас есть и что действительно. Вот. Гаишники или там. Гаишники сейчас. Полицейские. Ага. Ты же правила дорожного движения нарушил. Да? Так платишь страх? Не, страх я платить не хочу. Вот если по дешевке договориться. Стоп, стоп. Родной мой. Не нарушай правила. Не, ну как это не нарушать? Мы всегда нарушаем. Но мы платить не хотим. У нас коррупция идиотский размер имеет. Человек штраф платить не хочет. Нарушил правила дорожного движения. Говорит. Нехорошее. Нехорошее. Вот я ему на лапу дал, чтобы он не составил. Тем более, что действительно очень многие тупо составляют штраф платить. Ой, гад. Еще хуже. Я ему хотел на лапу дать, а он не берет. Отмерзавец. Отмерзавец. И так постоянно. А так всегда. Нет, поймите правильно. В многих европейских странах нельзя писать в средства информации про коррупцию. Я много раз объяснял. Там есть железное правило. Если вы какого-то чиновника назовете коррупционером и даже намекнете. А нет решения суда? Нет. Ну понятно. Если его осудили, все арестовали, есть решение суда. Пожалуйста. Хочешь много вытирать? А если нет, то он на вас суд подаст. И причем выиграет все суды, потому что это действительно оскорбление. На каком основании вы, там журналист или вы, вы человека, а у чиновника называете коррупционером? Нет. Если вы считаете, что есть факты, пожалуйста. Пишите заявление в полицию, сообщайте. И полиция разбирается, если действительно факт. Его карают. И тогда пожалуйста. А вот так как у нас все коррупционеры, все они, ребята. Доказать связь? Нет. Главное, что мы тут так решили. Я говорю. По этой причине, да, действительно у нас почитаешь социальные сети. Все коррупционеры. Снимаешь голос. Нет. Это же одна из причин, когда действительно встречаешь с этими гавриками. Они же, нет, они же действительно, вот вы держите вот этот мониторинг и так далее. Говорит, вы знаете вас? Я говорю, я знаю. Говорит, давайте вас до лавочки подвезем, бабульки сидят. Они еще с времен Лидии Далича обсуждают, кто во дворе чем занимается. Они это вам расскажут, какая коррупция в Украине. Давайте. Они не понимают, а потом я объясняю, что понимаете, вы глупости полнейшие. Ну, потому что людям все скуки, делать нечего, любимое развлечение в Украине писать прокурорицу. Все. Причем, когда они пишут прокурорицу, это пустышка в пустышке. А вы это берете на серьезно. Потому что у нас нет наказания за ложь. Нет. И по этой причине, да, действительно, и средства массовой информации нас наглеют. Коррупционер! А-а-а! Что было? Да ничего не было. Это мы так придумали. Все ясно. Поймите, наконец-то, коррупция у нас меньше, чем в Европе. Я много раз говорю. Значительно меньше. В Европе просто противописательница. Там она действительно довольно сильная. Дорогая. Дорогая. У нас дешевая значительно. С другой стороны, опять же, ситуация. Есть понятие бытовой коррупции и бизнес-коррупции. Бытовая коррупция там в Европе заменяется бюрократией. Причем очень часто, кто побывал в Европе, пожил и справочки доставал, думает, нехай провалится. Нехай провалится. Проще дать решить. Потому что, получается, для решения простого вопроса вы тратите колоссальное время и понимаете, что лучше бы взятку дали. Дать некого. Да, бюрократия. Но она же не работает. То есть у вас ничего не решается. Вы ничего сделать не можете. Вас загнали со всех сторон и вы понимаете безысходность. Вот это да. Да, да. Вот на бытовом уровне действительно можно радикально уменьшить количество коррупции за счет махровой бюрократии. Вот тогда вы взвываете. Ах, взвываете. Когда, ну вот, ну элементарная вещь. А вам, чтобы чего-то сделать, надо бумажка, 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 бумажка. Цифры не помогут. Бумажка. Ну, цифры-то. Бумажка, 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 бумажка. Вы говорите, вы не живете. Нет, не ее. Это не бюрократия. Так это работа. Да, действительно, когда вот сильно бюрократического механиста там непонятно кому давать. И по этой причине там действительно ну бытовая коррупция уже минимизирует. Ну классика жанра. Вы сами знаете, что сейчас очень модно пошло, что ТТП это, камеры и все. Да? А чего их материть, камеры эти? У нас их мало. В Европе больше. А будет больше. Ну будет действительно ситуация, куда вы едете, по любой дороге едете. Хлоп, пришло письмо счастье. Хлоп пришло. Причем вы матекаете и говорите, ну как же по этой дороге, такое ограничение, тут можно. Матекаете дальше. Штраф платить будет. Коррупция нет. Коррупция нет. Вот это ситуация. А бизнес? Бизнес коррупции отсюда. Понимаете, бизнес коррупции, бизнес вообще не работает. Ни американский, ни европейский, ни китайский, ни российский без коррупции. Бизнес на этом построен. Да. Другое дело, что вы это называете коррупцией, их называют это працевтическими расходами. Консалтинговые расходы. Действительно. Если даже читать отчет по крупнейшим там. Ну Apple например. У них раздел консалтинговые расходы. Миллионы, сотни миллионов за год. Что это такое? Это консалтинговые расходы? Это взять. Ну просто так называют. Причем все это знают, все улыбаются. Ну да, конечно же понимаете. Понимаю. Ну сами подумайте. Консалтинговая компания. Зареєстрирована в офшоры. Не, я не шучу. В офшоры. Какого? В ирландском или в австрийском, в швейцарском. Состоит еще из двух человек. Из двух. Вы платите за услуги приблизительно полтора миллиона долларов. или нет. Но при этом причине, да, действительно, тогда ваши документы на гос-тендер в Европе попадают. Ну как? Это нельзя? Не, не, не. А, они же подготавливают. Да. Они же подготавливают. За полтора миллиона. Да? А, пока не заплатили. Ну, вот как и не подготавливают. Ну никак ваши документы в гос-тендер не попадают. Нет. Все хорошо. Не проходит. Не проходит. А тут прошли сразу. Ну, там есть еще такая фишечка. Причем очень популярная. Вы хотите этим бизнесом заниматься? Ну, вы понимаете, у нас есть ассоциация, независимая, общественная. И вам, как бы, вас там, вам рекомендуют стать. Говорят, я не хочу. Ты не продал. Ты не стал. Работы тебе не дают. Намет. Причем такой вот до анекдота. Появляются пикеты, забастовщики, блокируют твои заводы или твой магазин. Ты в шкаф. Что? Где? Куда? Свободное слово. Ну, ты же понимаешь, что это банальный наезд. Причем чаще всего надуманным, типа, то экология, то есть, ну, какую-нибудь причину. И ты понимаешь, это мафия. Это наезд. Больнейший. То есть, черт с ним. Вступай. Нет проблем. Ты вступаешь. Я... Хопа, родной мой! Родной мой! Да, у нас все равно добровольные. Но у нас просто так как-то принято, что для того, чтобы ты был членом нашей организации и пикетов не будет, митингов не будет. Все будет хорошо. Но желательно, что ты в месяц платил тысяч по 100 евро. А то и по полмиллиона. Платишь? Пикета нет. Не будешь платить. О, грубо. Да, не спори. Они, конечно, будут создавать проблемы твоим конкурентам, которые не вступили. Так что тут есть мысль. Так это делай. Вот такая ты Европа. Коррупции нет. Коррупция нет. Коррупция там есть. Она дороже, серепее и жестче. Но у нас тоже она как бы внедряться, не приживаться. Тут не зависит от НАТО. Понимаете, в любом случае, так как мы вступаем в Евросоюз, соответственно, мы тоже учимся правильно давать взятки. Нет. Я не сказал бы, что это плохо или хорошо. Это нормально. Хотя я так понимаю, что кто-то с вас скажет, что, ну как же так? Я мог это порешать за 500 долларов и теперь мне спят тысяч просят. Да! Это есть Европа. Это есть коррупция. У тебя ж не взятку просто. Тебе ж мерзавцы просят заплатить за консалтинг. Пять тысяч евро. Но ты понимаешь, что это взятка. Железно понимаешь. Так, на как же ты возмущался, что тут коррупция? Один евро ты нет. А теперь получай. Вот такое будет. Вообще, по большому счету, когда приступит Евросоюз, и вы увидите, насколько там это все свирепо, жестоко, сложно. Ох, взвойте. Ох, взвойте. У нас, понимаете, такая ситуация. Действительно, бывает момент. Ну, все в жизни случается. Суд. Бытовое. Бытовое дело. Бытовое. Ну, классика. Что такое бытовое дело? Ну, драка. Или, к примеру, там бы что-то соседа очень спалили или поломали. Это угол вообще. А что ж будем говорить? Ну, у нас... Ну, можно порешать. Можно. Ну, где-то, да, там, по-говорю с этим другим. Порешать. А там невозможно. Почему? А потому что порешать только через адвоката. Адвокат очень много берет. Очень много. Ну, у нас вообще адвокаты так... Ну, то, что вот наш адвокат просит в Риме, вот добавьте в евро еще в два раза множите или в три. Нет, я не шучу. Страшно. Все понимают, что это взят. Все понимают, что он рассчитается судьей. Все это знают. В Европе все знают, что судьи все продажные работают за адвокатом. Все это знают. Он говорит, ну, что? Ну, что? Это ж никто не знает. Это все слепые, да? И получается ситуация, что вы понимаете, что можно пришли. Ну, такая дороговизна, вы в тюрьму идете. Ну, серьезно. История знает массу случаев. Наши пацаны, попадая в Германию, так вляпались. Ну, бытовая. Бытовая. Ну, это часто. Ну, вот и грубо. Начинают еще драки, заканчивают каким-то имущественным конфликтом, который привел к непонятным последствиям. Такие бывают. Ну, вот наш малый бизнес имел с немцем. Ничего дурней не придумал, как поругались, постандалили. Он взял у него там, отжал офис. Прямо по моему этого слова. По беспределу. По беспределу спорить не буду. По нашему. Тут на него в суд подал и все. И уголовная статья. Ну, потому что нельзя. Понимаешь? Вот по беспределу нельзя. А наш парень, ну, да, я. Он мне кинул гад. Он обещал одно. Я ее потратил у меня. Тут уже сложно понять, кто халкин. И нашему малому срок. Он пытался ей подать. Да я сейчас. Куда? Говорит, родной. Вот адвокат сколько стоит. Пошел, сел. Потому что там, слава Богу, сидел три с половиной года. Ну, немного. Ну, понял. Ну, уже и не куплю. Адвокаты такие дорогие, что ужас. Да. А это Германия. Украину, конечно, порешал. Даже в таком варианте. Ну, тут, говорю, сложно сказать. Он сам, в общем-то, полез на рожон, когда начал выяснять, кто больше в бизнесе украл. Так что, здесь по делу, по делу, по делу. Не спорю. Вот то, что он не мог купить адвокатов, здорово. А это факт. А это вот Европа. Коррупция. Ха-ха. Так что, пока в Украине еще коррупция в пределах разжимного, пользуйтесь. Потому что вступим в Евросоюз. О-о-о-о. Весело будет. Особенно всем умникам, которые трондят мне здесь. Что в Украине коррупция, а в Европе нет. Да вы засранцы в Европе никогда не были. Потому что им бизнес никогда не делали. И взятки никогда не давали судьям в Европе. В отличие от меня. Которые знают, какие взятки давали. Какой вопрос решили. Зараза, очень сложно. Но можно. Но у нас Леша. Честное слово. Все. Время. 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 Время.